В соответствии с губернаторской программой, каждый год в горках десятых благоустраивается минимум 10% территории поселка. Двор дома номер 23 должен был реконструировать печально известный застройщик Ревалт 2000, но этого не сделал. Поэтому вопрос создания комфортной среды лег на плечи Успенского поселения. Сейчас мы в этом 2018 году завершим работы по комплексному благоустройству. То есть у нас создана дворовая территория дома 23, 22, 24. Видите, здесь у нас спортивное ядро, это хоккейная коробка, которая тоже будет подвергнута в скором времени реконструкции. Она будет модернизирована, будет с покрытием и, надеемся, с искусственным льдом. Парковую зону между домами предстоит оборудовать малыми архитектурными формами и обновить детскую площадку, дополнив ее современными игровыми комплексами и тарзанками. Видно, что прикладываются большие усилия, большие выливания финансовые здесь. Это, конечно, радует. И, конечно, самое главное, о чем мне тоже очень хотелось бы сказать, это о том, что скоро в Горках-10 появится полноценный парк на 9 гектар в лесу. Как раз вот примыкает к детскому саду, непосредственно примыкает к кварталам живым. Парковая зона охватит Горки-10 полукольцом, став основой общественного пространства этого поселка. Все элементы будущего благоустройства обсуждаются с местными жителями, кроме тех, которые должны стать приятным сюрпризом. Некоторые элементы мы держим в секрете для того, чтобы это было определенной изюминкой. Поэтому осенью здесь появится небольшой арт-объект для того, чтобы наши молодежь и взрослые могли возле него фотографироваться. Ну, не скрою, это будет надпись Горки-10 в виде топиарной фигуры. Конечно, не так масштабно, как в Успенском, в котором идет световая иллюминация. Но я думаю, это будет достойно. Если нашим жителям понравится, мы будем развивать парк именно в таком направлении. В ходе визита депутаты глава поселения договорились о дальнейшем взаимодействии. В частности, об адресной поддержке местных учреждений и организации культуры и спорта. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.